Первый вопрос. Вчера стало известно о начале вывода российского эмиротворческого контингента из Карабахского экономического района Азербайджана. Хотелось бы услышать Ваш комментарий на эту тему. Комментарий дается по Лене Министерства обороны Российской Федерации. Хорошо. Второй вопрос. Сейчас с подачи армянской стороны различными международными организациями поднимается вопрос возвращения добровольно покинувших Карабах в сентябре 2023 года. Напомню, что Азербайджанам разработан механизм возвращения и получения гражданства для желающих. В то же время о судьбе около четверти миллиона азербайджанцев, изданных из Армении, почти не упоминается. Не слышали мы и о том, чтобы армянские власти работали над этим вопросом. Хотелось бы узнать, есть ли в планах у Москвы как-то поспособствовать тому, чтобы этот процесс был запущен все-таки обоюдно. Мне кажется, надо разделять эти вопросы. Что касается армянского населения, которое покинуло территорию Карабаха, то, как Вы справедливо заметили, азербайджанскими властями принят специальный план реинтеграции. Не раз подчеркивалось, Россия приветствует и поддерживает этот шаг. Карабахские армяне должны иметь возможность вернуться в регион при надлежащем обеспечении их прав и, конечно, безопасности. И со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу. Говоря об азербайджанцах, которые в результате конфликта в конце 80-х, начале 90-х покинули Армению, а также об армянах, которые в то же самое время, в то же самое период уехали из Баку, Сумгаида и других азербайджанских городов, я хотел бы отметить, что для создания условий потенциального возвращения этой категории граждан необходимо проделать большой объем работы. Нужно, чтобы была существенная комплексная нормализация армяно-азербайджанских отношений. Появилась атмосфера доверия между двумя странами. Нужно реализовывать в этих целях меры, предусмотренные как раз трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении. Выработать и заключить мирный договор, разблокировать транспортные коммуникации в регионе, дельмитировать и демаркировать границу, наладить регулярные контакты по линии гражданского общества. Ну и по итогам проделанной работы можно будет тогда говорить о начале процесса примирения народов, когда люди смогли бы безбоязненно, беспрепятственно ездить в соседнюю страну и проживать на ее территории. Благодарю.